Don't worry, be happy Здравствуйте, друзья! Приятно снова с вами встретиться и поговорить на злободневной для вас и для нас теме. Сегодня как раз одна из таких тем. Поднимаемся из тени, начинаем жить. Вопреки, хочу поговорить с вами о возможности или необходимости похода к психологу или психотерапевту. Или психоаналитику. Какие вопросы возникают при этом? Какие проблемы? Какие страхи? Попытаемся выяснить, нужно ли это в принципе и для чего? И стоит ли тратить на это и время, и деньги? Ну, первое. Что, собственно, может способствовать тому, что мы задумаемся и захотим куда-то обратиться? Ну, естественно, мы раз от раза обращаемся в разные инстанции. Сантехнику, автослесарю, стоматологу, электрику, домовникам. Но не здесь. Обращение к психологу или ассоциируется с тем, что мы слабаки, но почему уж здесь-то мы должны были сами справиться? Или просто сумасшедшие? Только сумасшедшие обращаются к этим специалистам. Ну, те, кто считает, что сумасшедшие, скажем, немножко отказываются себе в том, чтобы лишний раз подумать, а не догадывать, что психолог и психиатр, скажем, не один и тот же человек. Да, хороший психолог должен бы догадываться о патологии, физиологии, анатомии. Но это не предполагает, что мы душевно не здоровы. Наоборот, скорее ко мне обращаются не те, кто ко все, не к те, кто хуже, а те, кто чувствует себя чем-то немного, недобирающим. Или хочет от жизни получить больше. То есть, люди, которые задумываются, просто останавливаются, решают. Я не хочу довольствоваться тем, что дано. Я не хочу быть таким, как все. Я не хочу жить в серых, бессмысленной жизни. И вот эти вопросы ну, дерзкие, ну, тревожные. Ну, хотя бы выигрышно отличающий человека от тех, кто даже не позволяет себе подумать и отличает моих клиентов. Они задаются этим вопросом и говорят, ну, хорошо. Да, мы все самостийные психологи, политики, воспитатели детей, прекрасно разбираемся в здоровье. Ну, и некоторых других сферах. Ну, что-то не получается, несмотря на все это. Да, ко мне приходят самостийные психологи, прочитавшие иногда горы или театуры. Но информация и умение пользоваться этими знаниями это разные вещи. и вот для того, чтобы научиться выбираться из-за бытности, они приходят на эту консультацию спрашивают меня, а вы хороший специалист. Так как же найти своего специалиста? Ну, здесь образование, опыт, знания, регалии какие-то важны. Ну, что еще? А вот что еще люди определяют на первой диагностической консультации. То, что для нас называется диагностика, то есть, понятно, что и грипп должен быть диагностирован, а психотерапевт должен диагностировать из чего состоять, из каких проблем, каковы причины этих проблем, истоки, и как их возможно преодолеть. А вы на первой консультации пристально смотрите в глаза и на этого человека и ощущаете резонанс внутри. Вызывает он какие-то чувства и не всегда приятные, потому что изменения это не очень приятно. Доступ к своей душе это неприятно. Постороннему человеку рассказывать о том, чем ты иногда не можешь сознаться себе, своим близким и сказать себе я несовершенен. Это очень неприятное занятие, а тем более обсуждать и задаваться какими-то вопросами, которые задает специалист тебе очень иногда неприятно. Они вызывают и неприятие, и раздражение, иногда злоба и желание бросить все в лицо и убежать. Если эта реакция есть, значит все правильно. Ты хотя бы говоришь о нужном. Ты говоришь о том, что может подвинуть тебя к изменениям. А если резонанса нет, если все обыденно и какие-то вопросы блеклые, специалист не вызывает у тебя никакой реакции, и он говорит только то, что ты от него ожидал, ты говоришь, да, я так и думал, да и зря только потратил время и деньги, я все сам знаю и все сам сделал. Вот это, значит, специалист вам не подходящее. Надо искать другого, это тоже труд. Если уж вы хотите эксклюзивных каких-то достижений, если вы хотите своей собственной жизни, она того заслуживает, чтобы подумниться хотя бы над поиском своего специалиста, который подойдет вам и который поможет вам сделать этот качественный скачок. Но второе, стоит ли тратиться вообще на это? А вот здесь вопрос интересный, потому что те люди, которые идут от своих проблем, от того, что они привыкли делать. И они чувствуют, что это им недостаточно. И потом научаются и понимать, и ценить себя, и пользоваться своими ресурсами, и достигать по инерции значительно больше даже того, от чего они ушли, даже если они чувствовали себя менее выигрышными, какими-то ущербными, но догоняясь и преодолевая вот это вот расстояние до полноценных успешных людей, они научаются тем навыкам, которые позволяют им опередить тех людей, которые до этого догоняли. Они становятся более успешными. Если они преодолевают это расстояние, если они по инерции выходят на новый уровень достижения, если они научаются быть успешными, ярче, заинтересованы, научаются мечтать, воплощать свои мечты в жизнь. Естественно, и в личной жизни, и в сексуальной, и в семейной, и в профессии, и в интересе к жизни она становится другими, яркими, личностями. Каждый решает, такая задача стоит того, чтобы пойти к специалисту или нет. Иногда кажется, что я не способен ни с кем, даже самим собой делиться этими проблемами. Я низок, жалок, и специалист, к которому я приду, он меня просто осмеет и осудит. Если вы попали к специалисту такого рода, это опять определенный уровень отбора. Если уж специалист взялся за эту профессию и хочет кому-то помогать, то никакого осуждения или осмеяния быть не может. Наоборот, вы со временем сами будете с наслаждением юморить над своим прежним поведением, стебаться и воспринимать это как «Как я мог так жить? Как я мог с этим мириться?» Стать зависимым от психотерапевта, подсесть на иглу, так называемого, что боятся многие, это тоже не проблема, потому что люди настолько заинтересовываются собой, своим неповторимым путем и пользуются услугами психотерапевта как определенным катализатором этих изменений, что поставить точку и восклицательный знак в этой работе, они чувствуют, что они уже в силах, если этих сил нету, значит просто они еще не достигли этой возможности, значит надо еще потрудиться и тогда психотерапевт используется всего лишь как средство и от него зависеть как от маминой юбки уже нельзя, вы выросли из этого состояния, если психотерапевт или психолог не позволяет вам вырасти из этого состояния, значит работа проходит сует а вот глубина длительность и яркость изменений, которые вы позволяете в результате такой работы специалистом это уже сугубо ваше решение кто-то остановится на малом и тогда достаточно одной консультации а кто-то работает глубже и требует больших изменений жизни естественно требует больше времени и больших сил то есть опять здесь очень много зависит от вас и вот это вот принять в себе что я определяю свою жизнь и с этого момента я использую самых опытных самых значимых самых умелых специалистов для того чтобы получить свой результат это очень значимое решение важное для этого можно а можно не решиться на консультацию и для этого можно работать и для этого можно тратить силы и время надеюсь я ответил на часть ваших вопросов если возникнут какие-то другие или что-то с чем вы не согласны и хочется поспорить пишите задавайте свои вопросы подписывайтесь ставьте колокольчик лайки подписывайтесь на канал советуйте его друзьям и знакомым работаем любым мнением всегда с вами ваш доктор до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...